Денис, большое спасибо, что откликнулись на наше приглашение. На самом деле, я думаю, что нас сегодня будет ждать очень интересный диалог, потому что все, конечно же, знают про бум и вообще про некий такой уже социальный пласт, такой социальной активности, как соцсети, которые используются и интегрированы уже вошли в нашу жизнь во всех вообще возможных форматах. И все однозначно знают такие сети, как Одноклассники, ВКонтакте. Но, наверное, как мне кажется, опять же, вряд ли, потому что вы профессионально, в этом смысле, такие московские рекламщики, может быть, не так много знают о социальной сети, которую представляете вы. Так ли это? И вообще, вот любопытно поговорить сегодня именно о вашей сети в контексте ее отличия от других наиболее таких емких сетей, о ваших возможностях в этой сети, о знании вашей сети среди потребителей и среди профессиональной сферы в том числе. Хорошо. Вот давайте тогда начнем буквально с, так скажем, рейтингов. Социальная сеть «Мой мир». Если брать пятерку крупнейших, даже не пятерку, тройку крупнейших сетей, вы занимаете какое в данном случае место? А если брать тройку сетей, то мы занимаем третье место по количеству месячной аудитории, которая так или иначе заходит и пользуется социальным сервисом. Это по ТНС, это даже не наша внутренняя статистика. Мы говорим про всю Россию. Да, мы говорим, это вся Россия, 12-64, это возраст и все, собственно, все города. Да, на третьем месте. А вот ядро целевой аудитории у вас где находится? Ядро нашей целевой аудитории – это больше женщины 25-40 лет. 25-40? Да. Достаточно широко. А вот с точки зрения соцдема, в плане возможностей финансовых, то ли тех же самых, они кто? Это, в первую очередь, это работающие мамы, это домохозяйки могут быть. У нас, на самом деле, мы проводили такие исследования, у нас достаточно высокий процент по отношению к другим социальным сетям, например, людей, которые занимаются, занимают руководящие должности, например. То есть они такие активные, работающие? Да, они активные, они достаточно, они хорошо образованные, работающие и, в принципе… А женщину, говорить в основном, это какой процент от всего, от всей аудитории? А, ну, я говорю не в основном, то есть, ну, как, можно смотреть, есть какая-то общая аудитория, а есть, можно, там, брать какой-то вот портрет, да. И если смотреть так, то у нас, скажем так, 58% женщин и 42% мужчин. Это чуть-чуть выше, чем в среднем по Рунету, да, то есть в среднем по Рунету у нас 54%, у нас 58%, поэтому можно говорить, что у нас более женская аудитория. А вообще, вот сейчас сказали, это средняя, в принципе, активность вот в вебе больше, 54% женщин, а остальные мужчины, да? Это не совсем активность, это посещаемость. А, посещаемость. Да, если смотреть по активности, на самом деле мы проводили исследования и смотрели, сколько вот у нас, сколько пользователей, какие пользователи комментируют посты в группах, например, или фотографии. И выяснилось, что на самом деле женщины активнее в среднем раза в три. То есть, если смотреть именно по активности, да, то мы увидим, что из всех мужчин и женщин, женщины, активность женщин, это примерно 75%, и только 25% это мужчины. А что в вашей сети больше женщин привлекает, чем в других сетях? Какие сервисы, я не знаю, какие возможности? Ну, один из самых востребованных наших сервисов — это игры. У нас пользователи действительно очень много играют, и вот как раз подтверждение предыдущим словам, что у нас достаточно активная и хорошо зарабатывающая аудитория, у нас самый высокий средний чек на пользователя платящего. А игры вы их сами разрабатываете? Нет, 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 есть разработчики игр, и мы в данном случае выступаем как площадка. Как площадка. Да, ну, это не совсем хостинг, потому что хостинг — это просто некое содержание. Хостинг не предполагает привлечение трафика. Мы же помогаем играм, если мы видим, что это хорошая игра. То есть это такой совместный у вас проект вместе с разработчиками, да, с играми? Да, да. Если мы видим, что хорошая игра, мы помогаем ей привлечь трафик, мы ее всячески рекламируем, мы ей делаем советы, что как лучше разработать игру, какие изменения нужно внести, чтобы там было больше пользователей. А это вот ваша особенность как сети, что у вас так развит этот игровой сектор? Ну, на самом деле он развит во всех соцсетях, но у нас, наверное, можно сказать, что он более плотный. То есть наши пользователи больше платят и в процентном соотношении они больше играют. По вашему мнению, почему мой мир более привлекает, скажем так, людей платить за игры и все прочее? Потому что ваши игры более близки к одноклассникам, да? Почему в моем мире большая, скажем так, привлекательность вот этого момента платежного? Ну, мы считаем, что это изначально связано с тем, что у нас очень правильная подборка игр. На самом деле важен контент, да, и важно то, как он представляется пользователю. Пользователь приходит, видит какой-то контент, и он видит, либо ему нужно искать игры, да, либо он видит какие-то не очень хорошие игры, либо он видит хорошо подобранные игры, принимает решение, например, играть и начинает играть. Наша аудитория в этом смысле более хардкорна, да, то есть она больше играет. У нас, например, меньше там каких-то таких казуальных игр, но зато больше игр там, где нужно проводить много времени, строить замки и так далее. Все-таки, наверное, игры — это, как вы совершенно правы, часть контента социальной сети. Да, одна часть. А уместно ли говорить, в принципе, о позиционировании социальных сетей? То есть если мы возьмем вот большую тройку, да, или даже четверку, да, наверное, четвертым Фейсбук, наверное, будет, да? Да. То можете ли вы сформулировать позиционирование именно моего мира в разрезе основных игроков? И вообще существует ли такая практика, вообще нужно ли это, да, принято ли, какие-то формулировки позиционирования закрепляют социальными сетями? Или пока это рынок не требует и потребителям не нужно? Ну, позиционирование — это, на самом деле, всегда хорошо. Наверное, я могу сказать, чем отличие от социальных сетей. Дело в том, что социальные сети, они даже отличаются не тем, не аудиторией, да, они отличаются связями, которые есть в каждой из социальных сервисов. То есть вы можете абсолютно прекрасно чувствовать себя одновременно и там, и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в моем мире, но при этом у вас во ВКонтакте это могут быть какие-то там, не знаю, друзья, там просто по работе, например, да, в Одноклассниках у вас могут быть родственники, да, то есть это там, не знаю, дальние, близкие и так далее. Опять же, Одноклассники, с которыми вы иногда общаетесь. В моем мире это могут быть, там, друзья, там, не знаю, из спортзала или там, с кем вы там любите проводить время и так далее. Более, близкие. Да, и таким образом вы и там, и там, во всех там трех социальных сетях можете и потреблять контент, и генерировать его, но это будет разный контент, да, то есть фотографию с пьянки вы абсолютно точно не будете размещать в Одноклассниках, да, и наоборот. Там фотография, там, не знаю, с посиделок, там, с семьей вы не будете размещать в моем мире. Таким образом, разделение точно есть, но это разделение, но на уровне связей. И пользователю достаточно просто разделить для себя, что вот здесь я занимаюсь вот этим, здесь я играю, например, и смотрю видео в моем мире. В Одноклассниках я общаюсь с семьей, там, во Вконтакте. Но это разделение, а пользователи сами для себя определили? Или это все-таки было сделано с помощью вас, как, я имею в виду, всех представителей, да, стальных сетей? Сознательной политикой, да. Да, как совершенно конкретное намерение, чтобы таким образом вас разделяли? Нет. Или так получилось, опять же, да? Скорее, это так сложилось, это на самом деле очень сложно сделать как-то механически, да, то есть есть какое-то понимание, есть представление людей о том, чем является вот этот сервис, что там можно делать, да. И это представление, то есть это нельзя сделать, там, просто покрасив кнопочку, там, в оранжевый цвет или в зеленый, да, это нельзя сделать, там, изменив интерфейс. Это какое-то очень глубокое представление. Да, это можно, там, победить, наверное, пиаром, публичными заявлениями и выступлениями, но это действительно очень-очень сложный процесс, это вот случилось, случилось так само. В моем мире это скорее случилось, исходя из, изначально получилось так, что, так как мой мир образовался на основе сервисов Mail.ru, соответственно, граф связи там был построен на основе того, кому вы пишете письма, да, то есть вы пользуетесь сервисами Mail, пользуетесь почтой, соответственно, общаетесь с какими-то людьми. И вот вот этот изначальный граф связи, он сформировался, исходя из получателей, отправителей писем. И вот дальше его поменять достаточно сложно. А мешает ли вот развитию социальной сети вот эта вот мультивыборность каждого конкретного человека, что я вот в одном своем социальном контексте здесь нахожусь, в одной социальной сети, в другой социальной сети и все прочее. Вот вы хотите развиваться, вы хотите там предоставлять все больше новых возможностей, привлекать новых потребителей к себе. Вот мешает ли вот эта вот многосторонность человеческой личности этому развитию или нет? Я думаю, что нет. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что это зависит от нашей внутренней ментальности. Это же исключительно российский феномен, что у нас там есть четыре социальных сети, еще LiveJournal, еще что-то, еще что-то, да. На самом деле по статистике средний мировой пользователь, не в России, пользуется 1,2 социальных сетей. То есть они такие монопользователи, выбирают себе сети, в рамках нее уже там как-то все пройдут. Да, причем, что интересно, то есть вот это вот 1, это Facebook, а 2, десятых это обычно сайты знакомств. Это даже Instagram, да. Дейтинг. Да, да, это обычно, это вот, это дейтинг плюс там возможно что-то еще такое. В России это примерно 2,4-2,6 десятых. То есть мы просто, видимо, в этом смысле более общительные, не знаю по какой причине. Ищем разные ощущения, мне кажется. А, у вас, ну, да. Это любопытный, кстати, действительно феномен. А вот в этом контексте можно ли как-то влиять на мотивацию человека, подключиться к той или иной сети и стать ее пользователем? Или этот выбор будет определен исключительно влиянием там ближнего круга, друзей? Я попрошу вас ответить на этот вопрос буквально через несколько минут. Сейчас мы вынуждены прерваться, у нас будет реклама, а потом продолжим. Рекламная пауза. Снова здравствуйте. В эфире программа «Продвижение и реклама». Ее ведущий Татьяна Тармогина и Илья Мартынов. Сегодня у нас в гостях Денис Алаев, руководитель социальной сети «Мой мир». И мы хотели бы продолжить вопросом, который был озвучен в первой части. Возможно ли какие-то мотивации пользователя на переключение к сети? Или это происходит, естественно, посредством влияния его ближнего круга, его знакомых? Ну, я не знаю, можно ли это назвать мотивацией или нет, но мне кажется, что единственный способ сделать для производителя, для разработчика социальных сетей и вообще социальных сервисов, сделать так, чтобы пользователи были мотивированы подключаться к этой сети, это сделать сервис настолько хорошим, чтобы другие пользователи рекомендовали, собственно, и те, которые пользуются этим сервисом, чтобы они рекомендовали пользоваться этим сервисом своим знакомым, друзьям и так далее. Хорошим или новым? Что-то все-таки насколько новизна для потребителей социальных сетей важна? Не всегда важна, на самом деле, не всегда важна для потребителей социальных сетей, вообще для, даже для социальных сервисов, наверное, вообще для всех сервисов важна полезность и важно удобство, в первую очередь. А насколько это новое, там, в смысле, там, не знаю, свежести интерфейсов, там, может быть, каких-то там решений, это все, это могут оценить профессионалы, но обычно, то, что вот мы, по крайней мере, видим по статистике, пользователи это не оценивают. А пользователь, в первую очередь, оценивает удобство, там, скорость работы и полезность для себя какую-то. А возможно ли вообще как-либо влиять на поведение аудитории, в том числе и с точки зрения переключения на соцсети, с помощью стандартных маркетинговых инструментов? Или эта сфера настолько самомодерирующая и такая сама, так скажем, работающая, что, в большом счету, никаких рекламных стратегий, таких типичных для FFG или других рынков, здесь не применено. Ну, именно это, я говорю, самогенерирующаяся, да, самомодерирующаяся. Ну, я считаю, что с помощью стандартных маркетинговых инструментов повлиять нельзя, но можно обратить внимание, да, то есть, там, подсветить. Вот на что можно обратить внимание, да, то есть, на какой там функционал, сервис и так далее. А дальше, если этот сервис удовлетворяет потребностям, то, значит, все будет хорошо. Если нет, то нет. То есть, повлиять на пользователя, вообще на любого человека с помощью маркетинговых инструментов, наверное, нельзя. Или, если даже и можно, то это очень-очень-очень долгий процесс. А какой ключевой сервис в соцсетях именно? Общение. Ну, общение также, возможно, и сейчас мы видим, что идет довольно такая хорошая динамика через различные мессенджеры. Это же тоже общение. Которые припитаются соцсетями. И они переключаются туда, туда, на этот канал. Это да, но общение может быть разным, и оно, в принципе, разное, да. То есть, есть личное общение, когда я там общаюсь с семьей, например, да. А есть общение, когда мы просто хотим что-то сказать миру, да, например. В принципе, если пользователь берет и лайкает или комментирует какую-то там фотографию, да, там в посте группы, например. Да, то есть, это какая-то, ну, общая фотография, она не несет никакого личного оттенка. Пользователь нажимает «мне нравится», например. И он этим самым, это на самом деле тоже общение, да, то есть, он таким образом выражается, он говорит, он говорит миру, что вот мне вот это нравится. И это на самом деле тоже очень-очень мощный инструмент общения, это тоже общение, и он очень хорошо вот как раз развит в социальных сетях. И вот в мессенджерах его еще нет, я даже не уверен, что он, в принципе, может быть там. Вообще, вот сейчас не наблюдается ли тренда такого некоторого охлаждения? Вот был бум, когда все там лайкали, комментировали и все прочее. Вот охлаждение людей к проявлению своей социальной позиции. Излишней публичности такой, я бы сказала, да? Не обленился ли народ, да, то есть, он продолжает нажимать кнопочку «мне нравится», комментировать? По статистике нет, никак не обленился, точно так же нажимают «мне нравится», точно так же комментируют, может быть, даже комментируют больше, то есть, в этом смысле пользователи наоборот начали понимать, что вот можно пойти и прокомментировать какую-то картинку, которая даже может не нести там никакого отношения конкретно к нему. Да, и ему даже ответят, и там может даже завязаться какой-нибудь диалог. Но я бы не говорила тут, наверное, в контексте линии, я бы поставила вопрос как некое охлаждение, в принципе, к такой публичности излишней. Есть ли такой тренд? Или это только кажется вот так очень узко нам? Наверное, есть такой тренд среди действительно людей, которые очень много общаются, я такой тренд замечаю, это правда. Но среди обычных пользователей есть ощущение, что им наоборот не хватает общения, да, то есть наоборот, вот у нас есть, например, такой блок называется «Хочу общаться», когда пользователи могут туда попасть, просто-просто они попадают, там есть их аватарки, на них можно нажать, перейти на профиль пользователя и, собственно, там начать общаться, посмотреть фотографии и так далее. И вот постоянно каждый день, ну, своего рода, да, одна из вариаций. И там есть достаточно большое количество пользователей каждый день, которые действительно нажимают «хочу общаться» и переходят туда. А количество пользователей продолжает расти? Или база плюс-минус та же, но они немножко там начинают сегментироваться внутри различных сервисов, внутри различных сетей? Динамика прироста, одним словом, она как бы… Ну, динамика прироста, конечно же, она растет, это связано в первую очередь с проникновением вообще интернета в России, но дело в том, что наиболее активные пользователи, они уже все подключились, поэтому база растет, но уже, конечно же, не такими темпами, как несколько лет назад. И сейчас пользователи перемещаются там из одного сервиса в другой, да, это первый момент. Второй момент заключается в том, что идет глобальная мобилизация, и за счет этого мы начинаем пользоваться интернетом чаще, да, то есть если раньше мы приходили и пользовались интернетом только вечером или там в перерывах на работе, сейчас мы им пользуемся там в метро, там в электричке едем, да, то есть там зашли куда-то в магазин, то есть есть, то есть частота пользования и, соответственно, количество сервисов, которыми мы пользуемся, оно растет вот за счет того, что появляются новые способы доступа в интернет. А вот, кстати, мобильное проникновение в регионах, собственно, и пользование через мобильное устройство в регионах социальной сетью, вот в каких процентах сейчас оценивается? Оно там выше, то есть, да, дело в том, что в регионах, наоборот, есть наибольший процент людей, которые заходят и пользуются какими-то сервисами и там социальными сетями, вот в Моим Миром тоже, например, только через мобильные, да. Вот, например, мы, Мой Мир, третья социальная сеть в России, но мы первая социальная сеть в Казахстане, да, и в Казахстане нами пользуются практически все только через мобильные. А там дело в чем? Дело в том, что у них нет денег на компьютер, а телефон есть. Телефон есть, да. И им уже смартфон. Да, да, причем, ну там у них не смартфоны, у них там андроиды. Андроиды, да. Ну да, это смартфоны. Андроиды, то есть не самое топовое, но достаточно, да, 100-150-200 долларов, но этого достаточно, чтобы пользоваться. А какие-то уникальные сервисы у вас есть, которые вас вот прям отличают, так очень дифференцируют от других соцсетей? Или вы все плюс-минус вот работаете с одним пулом сервисов? Да, работаем примерно с одним пулом сервисов, вот совсем очень скоро мы запустим уникальный сервис, мы запустим видеоканалы, этого еще нигде нету, и планируем там еще в течение трех месяцев запускать еще несколько уникальных сервисов. Но в среднем это примерно вот одно и то же на самом деле, но мы стараемся себя отделять от других социальных сетей тем, что мы по-другому работаем вообще с контентом, по-другому работаем с информацией. У нас, например, тоже есть группы, как во Вконтакте и Одноклассниках, но чтобы не делать болото, да, то есть вот когда ты заходишь, там огромное количество групп, и ты не понимаешь, что с ними делать, мы очень жестко работаем со всеми администраторами групп, то есть мы практически всех их знаем, мы с ними, мы, если группа там, не знаю, начинает, ну, грубо говоря, вести себя плохо, да, то есть там постить материал не совсем правильный с нашей точки зрения, а не материал, а то мы ее закрываем, если она дублирует какой-то функции, дублирует какой-то контент. То есть мы в этом смысле уже пытаемся спозиционировать, отделить себя от других социальных сервисов не функционалом, а контентом. Качеством контента, да, да, именно качеством контента. То же самое мы сделаем с видеоканалами, у нас сейчас это уже работает с группами, и у нас уже это получилось, у нас вот есть как раз хороший пример, это работает с играми. Но тем самым вы рассчитываете и на более качественную аудиторию у вас? Да, да, это уже сложнее, но мы сильно надеемся, ну, она уже есть более качественная, мы надеемся, что придет более качественная аудитория и на вот хороший контент. Просто совсем не так давно мы это запустили, еще не было времени понять. Вот если, собственно, дальше рассуждать, вы как площадка рекламодатель, собственно говоря, чем-то, можешь предложить какие-то преимущества по сравнению с другими соцсетями для рекламодателей непосредственно? Ну, наверное, так, скажем, более общий, не для рекламодателей, а для бизнесов. Для бизнесов. Мы, вот опять же, с группами, мы очень хорошо работаем со всеми бизнесами. Если к нам кто-то приходит, мы там, по-моему, мы объясняем, как завести группу, мы даем начальный трафик обязательно, да. Пакет обязательно. Ну, да, какой-то такой, чтобы, может, мы понимаем, что, на самом деле, завести группу – это одно, да, а сделать так, чтобы там были какие-то подписчики совсем другое. Но это обязательно платный пакет получается, то есть? Нет, нет, если мы понимаем, что, опять же, вот это, как бы, политика хорошего контента. Если мы понимаем, что контент хороший, если мы понимаем, что ради этого контента пользователь будет приходить к нам в социальную сеть еще, еще, Еще мы можем дать какой-то начальный трафик начальных подписчиков даже бесплатно. Очень интересно. Это действительно хорошее преимущество по сравнению с другими соцсетями, потому что пакеты приходится покупать. А какие-то очень нестандартные специальные спецпроекты вы делаете с брендами? Да, постоянно делаем разные, разного рода спецпроекты, какие угодно. То есть даже сейчас сложно привести какой-то пример. Ну, какой-то наиболее яркий или наиболее неординарный. Наверняка у вас. А вот прямо сейчас у нас, например, идет спецпроект с Европой Плюс. То есть там наши пользователи голосуют за видеоролики и, соответственно, выбирают лучший видеоролик. Раз в неделю Европа Плюс там награждает этот ролик. У них рейтинг есть. Да, да. Но рейтинг этот вот у нас. Это видеоканал Европа Плюс? Радио. Радио, да. А сколько вот нужно времени, чтобы подготовить интересный, очень такой трафикоемкий спецпроект? От двух недель до месяца. Ну, там, если это совсем хороший, очень крутой спецпроект, это может быть и два месяца. Но мы стараемся за такие не браться. И в среднем за две недели можно сделать, правда, очень хороший проект. А сколько вы гибкие, вот, собственно говоря, то есть у вас прям сервисы, вот они железобетонные, вот можно им пользоваться. Или вы готовы на какие-то внедрения маленьких инноваций в рамках спецпроектов? В первую очередь мы стараемся здесь всегда принимать решения, исходя из того, будет ли это полезно и нужно пользователю, да. И если есть какой-то там спецпроект, который хочет что-то, нужно что-то изменить в функционале, мы стараемся это оценить всегда с точки зрения пользователя. Бывают случаи, когда какие-то изменения для спецпроектов потом оставались жить. И дальше. Да, и дальше. Ну, вот это очень приятно, на самом деле, что вы настолько сориентированы на качество и на пользовательскую эргономику и удобство. Вот на этом мы, к сожалению, вынуждены закончить тоже передачу наше весьма себе скоротечно. Большое вам спасибо. У нас в гостях был Денис Салаев, а в эфире программа «Продвижение и реклама» и ведущий Татьяна Тармогина и Илья Мартынов. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok